Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 679. События дня. 2 Ездор 4.27. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. За 22 октября 2017 года. Ривка. Почему мы не описываем Отца Господа Иисуса Христа? Потому что мы не видели Его. А если бы мы увидели и познали Его, так же, как и Сына Его, то постарались бы описать и живописно изобразить Его и Отца. Кавычки закрыты. Деяния 7-го Вселенского Собора. Деяния 4. Говорят Отцы этого Собора. Стоглавый Собор, созданный в Москве в 1551 году, давая предписание иконописцам, определил в своем 43-м правиле принципиальную неизобразимость божества. Это же подтвердил Большой Московский Собор, собравшийся в 1666-67 годах. В 43-й главе Деяния этого Собора, который так и называется, о иконописцах и Сававофе, было дано вполне четкое постановление. От ныне Господа Сававофа образ не писать в нелепых и неприличных видениях, ибо никто Сававофа не видел во плоти, как и живописуется, то есть изображается по плоти, а не по божеству. Господа Сававофа, бродуясь седа и единородного сына Ващевио, писать на иконах, и голубь между ними зело нелепо и неприлично есть. Кавычки закрыты. Галина Влеско. Мир вам! Благодарю за антивоенную проповедь в стихах. Игнатий Тихонович. Не миновать кровавых времен, у Бога его планы на свое творение. И Машиаху быть. Христианам детям любви божественной очень желаемо продление мирной земной жизни благовестием. А во многих людских умах вечный червь недовольства своим внешним. Среди непросвещенной молодежи и христианством, да и необманной историей, больше становятся недовольны. Дарвинизм по-прежнему в школах звучит. С моим крохотным опытом общения с молодежью их ропот стал заметнее. Вся сеть полна подстрекательными лозунгами. И все по одному и тому же плану. При личных встречах не молчу. А ваши труды великие. Мои помощники. Это мой пис-комара по сравнению с Навальновщиной. Ваш бы талантище, Божий дар в массы народные. А пока дипломатические битвы у Родины моей. Работаем с Богом. Аминь. Вот стихотворение тут я посылал. Надо сейчас найти его, показать. Вот. Это в леске. Сейчас я его тут прямо найду. Где она? Вот она, Галина Влезька. Где же это стихотворение-то у ней? А вот она. Откровение. 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Римлянам 12.20. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Бегут народы пыль до облаков. В предсмертной жажде рыщут миллионы. Без очереди жизнь и холокост, устроенный антихристом в законе. С цепи сорвалась пропасть головня, кто за Коран готовы на таран. Смолой дымится ночью полынья тому, кто позабыл дорогу в храм. Искусственно, надуманно сорвется предгрозовая в мире тишина. Незваная с косой стучится гостья. Беспечим сонным будет не до сна. Пророки древности угрозами гремят. Апостолы муштруют исполнением скорым. У многих будут четкие сгранат. Священной книгой будет только Тора. Сметет волна ненужных едоков. Ненужным может стать со стану я. Когда лоза становится дичком, светильник тот угас. И не маяк. Во всех народах, даже до окраин, свидетели евангельских заметят. Иных пристрелят, а кого-то ранят. Облечься силой духовной успеть бы. Микроскопическая часть из христиан с достоинством пройдет предназначение. С позором выведут их за Христом, за стан. Удар мечом. И совершил течение. Я мысленно с остатком из святых пытаюсь протрубить благую весть. Кагал еврейский бьет под самый дых. Их позывной 666. Мы все бежим на поприще Иисуса. Достичь бы пениша в пути не ослабеть. А дыма ересей спастись не захлебнуться, а статься человеком средь людей. 20 февраля 2008-2006 года. Псалом 126.1. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Вот дальше это ее как раз слова. Здесь она вот тут еще что-то посылала. Что про почки я пишу. У меня почки никогда и не болели. Ну и вот тут она здоровья. Прием соды в настоящее время не повредит. Наша томряка вливает в вашу опь всю нашу кислятину, прибавляя к вашей. А откуда берутся кислотные дождики? Из моего окружения многие пьют соду годами. Это вредно. Вредно. Самочувствие у них через месяц улучшилось. Улучшилось. А животом-то что? Это не панацея, но периодическое подщелачивание организма полезно, особенно горожанам и с Богом. Я знаю, видел, которые больные, там у них изжога, прям ложками. А дальше еще хуже. Я знаю от изжоги, что сухари. Ну, лучше бывает сушки такие продаются. Насухо, без воды. Прожевать и глотать. Сушки две съел, все, ничего больше не надо. Не запивай. И меду. Меду ложечку. Все. Вот я попутно уже тут зашел. И дальше. Юрий Соболев. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. С воскресным днем. Воскресенье было. Благодарю за и поэтические духовные наставления. Вчера с женой как раз смотрели на эту тему ваш ролик с Сергеем Игнатовым. К слову, еще и ролик про женскую перестановку книг. Сей просмотр поднял настроение вашими добрыми сетованиями, комментариями. А для меня урок смиренно-справедливой реакции на подобные поступки. В продолжении темы стиха и эпиграфа сегодня слышим в чтении дня. Евреям 13.17. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Все ясно. А для кого нет, блаженов Фефилакт поясняет, доказывает необходимость выйти из-за врата, то есть из мира. Ибо мы не имеем никакого участия в этом мире, так как и он не будет вечно существовать. Итак, нам должно бежать из этого мира и стремиться к будущему граду, то есть к небу. Посему всякого рода идеи, христианской политичности, противление Богу и Его воле о нас. Истина жива, Слово Божие, иногда молчит и длительно, а иногда начинает говорить и изобильно. Вчера вечером слушал на сон грядущий ваше чтение деяний. И внезапно открылось еще одно место, подобное Матфею 18.20, деяний 4.31. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Исполнили все Духа Святого. Слава Иисусу Христу! Ну ладно, во славу Божию. Да не переживай ты, Господь с тобою. Татьяна Кузьминична Капустина должна в 6 позвонить. В 6, а уже в 6.50. Да прямо тревожно такое. За сколько лет первый раз прилегла? Видно, встала в 4.40. Так, помолилась и прилегла. И уже пропустила позвонить. Позвонить, узнать, как у меня дела-то. Так. Исполнились все Духа Святого. Вновь видим, что собрано никакого самочинства. А сегодняшнее чтение, так вообще для меня открытие на открытие. Вот, например, Евреям 13.16. Апостол говорит о жертве общительности. А как же это место понимается апологетами и сихазма, и сшельничества? Выходит, нет там этой благоугодной Богу жертвы. Еще Галатам 1.11. Свидетельство того, что Евангелие от Бога, а не есть человеческое. Еще 1 Коринфянам 4.9 говорит апостол Павел о себе и апостолах, как о последних посланниках. Как же читают Библию некоторые еретики, которые допускают и учат, что возможно возбижение апостолов из их среды в грядущее время? Это не говоря о прочих религиях новоявленных. Такие вот открытия в кавычках. Для вас, конечно, это все известно давно, Игнат Тихонович. А для меня свидетельство живости, Слово Христа. Храни вас Бог. И добавляет. Чуть не забыл еще одного из сегодняшних чтения. Это место Евреям 13.7 о духовном рождении через Слово. Если сравнить с другим местом 1 Коринфянам 1.16, то очевидно следующее. Апостол не отождествляет крещение и духовное рождение, как ныне это принято. Вопрос, который так терзал меня, я не раз вопрошал вас. Вот какая у меня радость на ней. Верно вы говорите? Все доступные ответы для человека в Святой Библии. Это, конечно, инстанция истины. Благодарю за научение, Игнатий Тихонович. Ну, дальше. Опечатался не Евреям 13.17, а 1 Коринфянам 4.15. Александр Марьясов. Мир вам. Благодарю, Игнатий Тихонович, как все точно подмечено в стихе. Все есть и предупреждение, и назидание, и сказанное по любви. Есть такая восточная мудрость. Легко спасаться на горе Теньшань. А ты попробуй быть святым на рынке. Здесь может у меня быть неточность в словах, но смысл тот же. Получается, что вы всегда были на этом рынке среди всех и всяких людей, разных по сути и во всем. И устояли. И стоите еще. Причем многих поставили на стезю сию. И это не диферамбы вам, а это действительная реальность. И устояли лишь по причине любви к Богу и желанию уведомить многих благовестием о возможности приобрести надежду на спасение. Низкий поклон вам за труды ваши. Как просто объявить себя святым, тряпицу вывесив, как флаг на жерде, над глинобитным домиком своим, и размышлять о жизни и о смерти. Уйдя от всех трудов, тревог, забот, накрыв худые плечи мешковиной, скрестить колени, восседать, как Бог, потряхивая шевелюры львиной. Ты в мире гость, и в каждом доме гость. Вставай, иди, топчи свою дорожку. Голодный отсыплют рису горсть, бедняк отдаст последнюю лепешку. Постой, ответь мне на вопрос простой. Они святые или ты святой? Надежда Дмуха. Мир вам. Продолжение темы. Полочка в серванте, который стоит в трапезной. Вы ее начали собирать в далеком 98-м году. Получается, с 7-19. Так, как жили на улице Никитина, то есть 137, квартира 1. И чтобы тут у вас все было под рукой, стали приносить и оставлять разные бумаги, газеты, письма и так далее. Вот это точно. То есть я еще здесь не жил, иногда только ночевать приходил. Кто там у нас клиенты были, приезжали члены общины, глухонемой Олег. И я там до себя нары сделал и спал. Многократно всех предупредили не касаться этой полки, ничего не брать и не перекладывать. Так и было, так и будет. В этом году в декабре будет 20 лет, как это здание перешло к вам. То есть я судился 11 лет, и то, что меня конфисковали, как-то компенсировать. И власти в центре города. Вот дали мне два дома, 226 квадратных метров. И 13 соток площадь в центре района. Тут у меня есть склады. И ну все замечательно. В этом году в декабре будет 20 лет, как это здание перешло к вам. Предлагаю вам потратить полдня на недели и к юбилею храма своими руками, то есть вашими, перебрать эту полку, отсортировать, сложить все красиво, лишнее раздать, унести, что-то выбросить. Поверьте, вы там найдете много интересного, забытого, нужного, важного. Так всегда бывает, когда перебираешь то, что давно копилось. Если оставите все как есть, может получиться, что когда вас не станет, никто не будет перебирать, просто положат все в мешки или в коробки, и все уйдет в архив мертвым грузом. Эта полка выглядит неопрятно. Она попадает в каждое видео. Подумайте, пожалуйста, над моим предложением и сами решите, делать или нет. Я лишь озвучила мысль, простите, что лезу не в свои дела. А одна сестра мне сказала, не лезь никуда. Оно тебе надо? Пришла и ушла. Не суетись. Я же не настаиваю. Ну, просто предлагаю. С Богом. Я тут же ответил. Это нам вчера написала в моем мире, в почту. Благодарю за Константина, то есть за мужа ее радуюсь, что такая неравнодушность совсем рядом с ним. И можно было это сделать уже несколько раз, и пытался даже. Но оказывалось, что дела некоторые так и не ушли в архив. И снова нужно от нее доставать документы и разные бланки по общине, по домам, по лагерю, по переписке, по электричеству и прочим конуркам. Подобно у нас на скворечнике, где я провожу лето. Столько там всяких мешков с чем-то, узелков, как у Плюшкина. Это и здесь, в сараях. И постоянно вопрошаю Володю. А вот здесь, в мешке, что? Никто не знает и нет надписи. И вот вспомнил слова одного вам знакомого человека, кто Костю знает давно и говорит, что у него все в порядке, по полочкам, по баночкам, по мешочкам. Мне от неволи набралась этой светлости. Итак, ближе к делу. Если бы мне помогла это сделать завтра же, то я бы как раз и спроворился. Беру иную бумагу и тут же говорите мне, что можно ее в печку или в архив, а не там держать. Мне это нужно весьма. И никого лучше вас не вижу по этой тропе гуляющей. Жду ответа, как соловей лета, Игнатий, 22-го. Ну вот она сразу опять ответила, на какой день, в какое время придет. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Сегодня 22 октября 17-го года, во время воскресного богослужения в нашем свято-тихоновском храме в городе Углидаре, Донецкой епархии Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, произошел инцидент. Его хронология такова. Один молодой прихожанин по имени Алексей, который недавно приехал из Донецка, как-то начал вести себя странно. Месяц тому назад он после вечерней службы в храме раздал грамотно напечатанные им свои «откровения», в кавычках, где сравнил себя с Господом Иисусом Христом. Почитаю, я попросил его больше такое не писать, пояснив, что он одержим нечистым духом, и, как он сам написал, лежал в психиатрической больнице. Настоятель храма, отец Николай, увидел, как он во дворе храма тайком вырвал из киота икону Божьей Матери Троирущица, которую принес из дома, порвал ее, велел склеить ее, а когда тот будет на богослужении, после возраста, оглашенный из идите, должен уйти в притвор храма. Сегодня он, как и многие прихожане, во время воскресного богослужения с Библии в руках, подошел к иконам на аналое, перекрестился несколько раз с полупоклонами и начал их поправлять. Дежурная в храме, увидев это, начала его оттаскивать. Тот уперся, и та призвала на помощь мужчин, прихожан. Те силой оттеснили его от аналое. Потом он снова подошел к тем иконам на аналое, перекрестился, приложился к ним и пошел, где поет клирос. Там он с минуту молча стоял напротив клироса и икон, что висят на правой стене, пока певщая не приказала убрать его отсюда. Прихожанин, мужчина, с силой вытолкал его из храма в притвор. Но тот снова через несколько минут молча возвратился, прошел к иконе спасителя у Амвона, перекрестился, приложился и вернулся на прежнее место. Тут настоятель прервал богослужение, вышел из алтаря, и с Амвона вслед ему в сердцах сказал, «Пошел вон отсюда, дрянь, чтоб я тебя не видел!» Служу продолжалось, как и хождение отдельных прихожан к аналое, чтобы приложиться к иконе устами и лбом. Во время проповеди о саднике, отец Николай рассказал об увиденном им случае святотатства прихожанина Алексея в отношении их с иконой Божьей Матери Троирущицы и в своем повелении уходить ему в притвор храма. После возраста оглашенной изыдите. Затем он потребовал от него сообщить о себе все сведения. После службы я узнал, со слов этого несчастного человека, что он лежал в психи больнице, инвалидом не признан, нигде не работает, живет на изживении родителей в городе Углидаре. Его мать работает, отец на пенсии, но в храм они, в отличие от него, не ходят. Алексей, которому около 30 лет, нуждается, на мой взгляд, в опеке или попечительстве. Но родители, похоже, этим не озабочены. И в органы местной власти и лечебное учреждение по данному вопросу не обращались. Я дал ему свою визитку, чтобы его родители позвонили мне как юристу для получения юридической консультации. Но еще раньше, в начале июня 2017 года, я направлял настоятелю храма, отцу Николая, увещание, в котором просил реализовать на практике, утвержденное по местным соборам Русская Православная Церковь 17-18, требования к приходам церкви о постановке на учет в приходском журнале каждого прихожанина, в том числе по вопросу его участия в жизни прихода, назначения, смотрящих за соблюдением порядка на богослужении, разъяснения считаемых на славянском языке на богослужении текстов из Библии, обучении прихожан в воскресной школе и решении других назревших вопросов. По поводу изложенного выше, Игнать Тихонович, хотелось бы узнать, как в этой нестандартной ситуации нужно поступать настоятелю храма и что делать нам, прихожанам. Вот я не понял, что нестандартное тут решение собора. С уважением. Ваше духовное чадо, прихожане Свято-Тихоновского прихода Донецкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Игнатов Сергей, 22 октября. И опять пишет, Христос посреди нас есть и будет. Дорогой наш отец во Христе Игнатий Тихонович, как апостол Павел приобретал в себе детей, духовно рождая их Словом Божиим, так и ты. Я тоже духовно родился через твое благовествование Евангелия, канона Вселенской Православной Церкви и учения и жития святых отцов. Поэтому умею дерзновение называть себя своим духовным отцом, хотя я не достоин этого, зная, кто ты перед Богом, соработник и кто я, презренный по милости Божия раб, но в то же время его щада, блудный сын, который, как словесный овца, баран, возвратился к своему небесному отцу. Пишу эти строки, имея страх Божий, чтобы не огорчить тебя своим неразумным поступком, ненадлежащим выполнением Божьих заповедей, уставов, повелений. Благодарю Господа, что получаю через тебя норовоучительное православное проповеди в стихах, которые написаны в Духе Святом. Хвалить и писать тебе свои искренне восторженные отзывы больше не буду, так как знаешь, что ты делаешь все по Божьей благодати, будучи кисточкой в руках великого художника, Господа Бога. В нашем недавнем разговоре ты отнес себя к сосуду Господа, предназначенного для низкого употребления. Но я убежден в обратном. Ты сосуд у Бога не для низкого употребления, а иного, почетного употребления, даже если и приходится выщищать авгиевые конюшни нашей Православной Церкви Московского Патриархата. Молю Бога, чтобы ты и дальше сиял сметельником православной веры, оставался бдительным, здравым телом, и чтобы никакой бес во плоти не мог под тебя подкопаться, а вся ложь и клевета на тебя и ближних рассыпались и превращались в ничто. Вот так пожелания такие. Ну а дальше что? О чем непонятно ситуация с этим? Ну вот там поступает, батюшка поступает правильно совершенно. Вот это редко так, чтобы соглашенное какое наказание. Вот. Ничего не могу сказать. Вы все делаете, по моему мнению, так как и должно, чтобы не безобразничал, не рвал иконы, рассказал там о себе. Я совсем согласен. Как будто я там рядом с вами был. Ну что, воскресенье. Дома краткая молитва, сто поклонов. Я интернетом занимаюсь. Володя пошел в храм топить. Ну, служба без батюшки. Я сказал, без батюшки. Так называемое апостольское служение, богослужение. Вечером, утром. Запиши все. И он все записал, не прерывая. А я в это время у детей поснимал. Там тоже интересно было. Занятие вел Игорь Двунов. Ну, а потом, что у них пение. Обедают. И сначала собрание у нас было. Собрание прошло. А потом вот это. И занятие. Собрание сразу после богослужения прошло. Ну, потом кто куда по своим делам. Я как раз попросил Володю принести котенка Паля. Палевая. Показать, как она обожглась. И дети ее знали, как котенок только родился. Они там загладили его. Вот такое дело. Ну, и все остальное тут понятно. Вечером у меня тут клиенты. По интернету, по скайпу зашел. Один молодой человек. И что интересно, доверие сразу. Еще не говорили. Только глянул на него. И как будто, говорит, флюиды какие волны пошли. Ну, я образно говорю. Доверие. Стал говорить, вижу, здравая речь. А прошлый раз двое приходили, и все нездравое. Так вот. Ну, и показать наши ресурсы. Это вот наш. Мой мир. Я его сразу показывать хотел, но... Вот так. Что у нас тут еще? Ленточный. Это форум православный. Два дня не было. Не мог открыть. И нигде не было. Ну, то ли на ремонте была система, или что. 1607. Потом наш видеоканал. Каждый день. Вот я ставлю по 5 роликов. Ну, все тут понятно. 8 миллионов 323 тысячи просмотров. 8662 подписчиков. 8 тысяч подписчиков. А просмотров меньше намного. Почему? Не знаю. Может быть, это просмотры те, которые пришли, которые подписываются, сюда уже не попадают. Потому что у них там они на своем открывают. Это, видимо, так, я думаю, минуя подписчиков. У подписчика-то оно теперь на его там где, канале, или куда надевается. Тоже ничего не знаю. Ну, и во свете Библии православный библейский сайт. Вот этот вот вчера зашел, молодой человек, ищет крещение правильного. Оказывается, уже больше не один год на наших ресурсах, и что не скажешь, все знает. Вот про войну вопросы. Вопрос 3818, 26 том. За что бывают войны? Если известно за что, то не грозит ли нам эта беда? Ответ. Слово Божие это не сокрыло. Войны – суть наказания Божьей за отступление от Его слова, за преступную жизнь. А вот этого-то нынче в тысячи раз больше, чем тогда было. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя их к груди, как слезы они вытирали украдкой, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» и снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Слезами измеренной чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждой русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки Родина. Не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскою, дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезой и с песней женской, впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в салопщике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горя, поняв своим бабьим щитьем, ты помнишь, старуха сказала, родимые, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пашите, мы вас подождем, говорили лиса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По-русски обычьям, только пожарище на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобой пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас, русская женщина по-русски три раза меня обняла. Константин Симонов, 1941 год. Вот видите, когда тогда-то было, сейчас того нету, еще мы вас подождем. Что? Притча 24.6. «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». Иеремия, 6.4. «Приготовляйте против нее войну, вставайте и пойдем в полдень, горе нам, день уже склоняется, распростираются вечерние тени». Иеремия, 28.8. «Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям великим царствам войну и бедствие, и мор». «У нас особая земля, и все у нас особо как-то. Мы раз под осень короля спустили любовать все шахты, и к черту вместе с королем спустили весь наследный дом». Иосиф Уткин, 1925. Не совсем понятно, чего спустили, как. Псалом 104, 15 стих. «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». По Кузнецкой улице ехал поп на курице. Едет батюшка пешком, тарантас накрыт мешком. А навстречу аккурат подымается отряд. «Дескать, батя, что везешь? Дескать, стой, владыка! Дескать, миленький, хорош! Дескать, батя, а не врешь? Дескать, покажите-ка!» Заглянули тарантас, увидали вот так раз. У попа в глазах черно, господи Иисусе, трехлинейное зерно не в поповском кусе. Комиссар протер очки. Что же, благочины, угадали мужички волка под овщиной? Да как взглянет на лицо, да как скинет ружьецо. На заборе про актрис интересно пишут. Ну-ка, батя, остановись, посчитай афиши. По Кузнецкой улице поп лежит на улице. Иосиф Уткин, 1934 год. Вот такие стихи. Это я все благодаря Евгению Евтушенко сделал. Первый, царь 4,17. «Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финиес, умерли, и ковщик Божий взят. Апреля в первый день обман, забава общая в народе, На выдумке лукавить дан, Нагая, правда, в нем не в моде. И все в обманам заросло, Апреля первое число. Одни шлют радостную весть, Друзей к досаде утешают, Другие лгут, и чем не есть, Друзей к досаде устрашают». Лукавство в раке принесло Апреля в первое число. «Но что сей только день один, Обмана праздником уставлен, Без самых малых он причин излишней Столько припрославлен. Весь год такое ремесло, Так целый год сие число. Сумароков, 1759 год». Я отвечаю на вопросы студентам по шесть поэтов за 300 лет, которые были в России. И эпиграфы ставлю из Библии. «Осия 4.2. Клятва и обман, Убийство и воровство, И прелюбодейство крайне распространились, И кровопролитие следует за кровопролитием. Помещику однажды в воскресенье Поднес презент его сосед, То было некое растение, Какого, кажется, в Европе даже нет. Помещик посадил его в оранжерею, Но как он сам не занимался ею, Он делом занят был другим, Вязал на брюшнике родным. То раз садовник к себе он призывает, И говорит его, «Ефим, влюди особенно ты за растением, Сим, Пусть хорошенько прозябает!» Зима настала между тем. Помещик о своем растении вспоминает, И так Ефима вопрошает. «Что, хорошо ли растение прозябает?» «Изря на тот в ответ, прозябло уж совсем!» «Пусть всяк садовника такого нанимает, Который понимает, что значит слово «прозябает!»» Козьма Прудков. И сразу беру тут эпиграфы, два места. Галатам 6,8. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, И сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную, Идущий прямым путем боится Господа, Но чьи пути кривы, тот не бережет о ним». Интересно, Галатам 6,8. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. В зеленых горах увидал я снега И встретил на севере вестницу юга, В глазах у любимой заметил врага, В глазах нелюбимой для внешнего друга. В дом близкий зашел я, но совесть поправ, Хозяин со мной забеседует ночною, Во всем соглашался, хоть был я неправ, Кунак или враг, кто сидел предо мною. А однажды пустое в стихах написал, А в воздух стрелять велика ли заслуга? И недруг об этом мне правду сказал, И в слове его я почувствовал друга. И ныне с годами все чаще скорбя, А огню предавая иные тетради, Как недруг порой ненавижу себя, И в этом спасение истины ради». Расул Гамзатов, ну и, как всегда, Привожу здесь эпиграфы к стихотворению, Ефесянам 4, 25, «Отвергнув ложь, Говорите истину каждой ближнему своему, Потому что мы члены друг другу». 2 Петра 2, 3 «Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, Суд им давно готов, И погибель их не дремлет». 3 «Излицемерились, потеряли не только божеский, Но и человеческий образ, Как не быть в войне? Дивиться нужно тому, что так долго ее нет. 4 «Величие мы часто видим в том, Чтоб ни греха, ни чуя, ни вины, Напасть на безоружного гуртом, В потьмах из-за угла и со спины. 5 «В кощунстве там, где воскитусь святом, Жил мученик в грабительстве казны, Величие мы в девках видим, В том, в чем непотребство видеть мы должны. Мы с виду хоть куда, Хотя не раз со стороны подошвы видел нас Щенок бездомный сын, пинков и травль. Но в грозных сечах нам страшнее всех Бунт роз, ягнящее право, Мертвый лев и хиросимский маленький журавль». 1989 год Матвеева. Ну и сразу же привожу местописание, Выделяю его, чтобы посчитать было удобнее. Матфея 23-27. «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, Что уподобляйтесь окрашенным гробам, Которые снаружи кажутся красивыми, А внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты». Ну вот, на этом можно сказать сегодня у нас все.